В этом ролике содержится несколько примеров настроек кэширования, которые часто встречаются на действующих сайтах. Предлагаю такой порядок работы. Вы сначала читаете вопрос, слушаете мои пояснения, потом останавливаете видео, отвечаете на этот вопрос самостоятельно и дальше сверяете с правильным ответом. Итак, первый вопрос. Какой кэш с каким периодом выбрать? У нас есть раздел сайта, в нем выводится список элементов инфоблока, это отзывы и они выводятся стандартным компонентом битрикс ньюслист. Нужно выбрать тип кэширования и время. Отвечаем. Правильный ответ авто плюс управляемый кэш. Время мы выставляем далеко вперед, например на один год. Это связано с тем, что кэш у нас будет управляемый, то есть при изменении каких-то элементов инфоблока кэш будет сброшен и собран заново. Если же у нас ничего не изменялось, то нам не нужно сбрасывать кэш, можем пользоваться тем, который существует. Следующий пример. Какой кэш с каким периодом выбрать для компонента корзины в шапке сайта? В данном случае все просто. Для этого компонента мы выбираем режим не кэшировать, так как корзина это индивидуальное значение для каждого пользователя, которые тем более меняются при нахождении пользователя на сайте. Он что-то добавляет, что-то удаляет из корзины, то есть постоянно может ее редактировать. Нет смысла кэшировать эти данные. Какой кэш и с каким временем мы выберем для компонента веб-формы для заполнения? Речь идет о веб-форме, которые относятся к модулю веб-формы 1S-Bitrix. В данном случае нам нужно выбрать тип кэширования авто плюс управляемый. А вот время кэша мы выставляем с учетом того, что при редактировании самой веб-формы, ее описания или вопросов кэш сбрасываться не будет. Автоматически сбрасывается кэш только при изменении результатов, то есть только при заполнении веб-формы. Поэтому время кэша мы выставляем, ориентируясь на то, как часто предполагается редактировать данную веб-форму. Следующий пример. Раздел интернет-магазина. Список товаров. У каждого товара есть кнопка «Купить». После добавления в корзину кнопка должна стать неактивна. А также, когда на страницу заходит пользователь и товар уже есть у него в корзине, кнопка также становится неактивна. Какой тип кэширования, время кэша и как реализовать данную возможность. Для такого раздела мы выбираем параметры кэширования авто плюс управляемый. Время ставим далеко вперед, примерно на год, так же, как для списка отзывов. То есть, чтобы наш кэш сбрасывался только при изменении в списке товаров. А возможность отключения, деактивации кнопки, либо какие-то любые другие дизайнерские изменения на эту кнопку мы размещаем при помощи JavaScript в компоненты «Пилок». То есть, когда пользователь заходит на страницу, в компоненты «Пилок» мы проверяем, какие товары лежат у него в корзине, и на JavaScript меняем стили для соответствующих элементов. Какой кэш и с каким периодом мы выберем, если вдруг нам нужно закэшировать статические страницы, на которых размещен просто текст без компонентов. Для таких страниц мы не можем выбрать какой-то тип кэширования в компонентах, так как по условиям здесь компонентов нет. Поэтому, если вдруг они у нас оказываются очень посещаемыми, мы можем их закэшировать при помощи технологии HTML-кэширования. Для этого в настройках сайта, в разделе «Автокэширование» на вкладке «HTML-кэширование» мы добавляем эти страницы в маску включения. Какой кэш с каким периодом мы выбираем для компонента, который размещен в шаблоне сайта и должен выводить случайный отзыв. Отзывы – это по-прежнему элементы инфоблока. Задача по ТЗ. Каждый пользователь при переходе на новую страницу должен видеть новый отзыв в случайном порядке. В этом случае мы выбираем режим «Не кэшировать». Посетителей на сайте мало. Получается, что на каждой странице посетитель проводит в среднем 5-10 секунд. И при переходе на следующую страницу он должен увидеть какой-то новый отзыв. Если мы будем ставить даже небольшое время кэша на 10 секунд, то этот кэш никому не понадобится. За 10 секунд на наш сайт заходит в среднем один посетитель. Похожий пример, но посещаемость сайта 10 тысяч человек в сутки. То же самое в шаблоне сайта стоит компонент, который выводит элементы инфоблока в случайном порядке. Каждый посетитель при переходе на другую страницу должен видеть другой элемент. В этом случае мы выбираем «Авто плюс управляемый кэш» и ставим небольшое время жизни кэша. Небольшое – это значит соответствующее среднему времени, которое посетитель проводит на странице сайта. Как правило, это 10-15 секунд. При большой посещаемости за 10 секунд один и тот же отзыв из кэша увидит несколько посетителей. Соответственно, мы уже получим какой-то выигрыш по производительности проекта в целом. Продолжение следует...